С этого года приняты дополнительные меры поддержки семей с детьми, в частности социальные выплаты семьям, родившим детей с 1 января 2019 года. В семье Ольги Хвостлевой 10 января 2019 года родилась долгожданная дочка Ульяна. Старший брат сестра не нарадуется маленькой сестренке и с наблюдает за ее успехами. Мама Ольга Иннокентиевна домохозяйка занимается воспитанием детей и обеспечивает надежный тыл в доме. Доходы поступают только от зарплаты главы семейства, он юрист. Ежедневных расходов большой семье не счесть, плюс оплата за квартиру, приобретенную в ипотеку. Огромной поддержкой стали новые выплаты. Ольга отмечает, что эта помощь пришлась кстати. Новое пособие в размере 16 906 рублей является хорошим подпорьем для нашей многодетной семьи и радует то, что будут выплачивать до трех лет. Также мы активно пользуемся субсидированными авиаперевозками. Наш сын студент учится в другом городе и очень радует то, что продлили до 23 лет при учении, если ребенок обучается в поочной форме. Поэтому будем пользоваться и в дальнейшем этой льготой. Итак, какие денежные выплаты предусмотрены тем, кто родил или усыновил ребенка после 1 января 2019 года. На первого ребенка предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 33 812 рублей. На второго ребенка установлен региональный материнский капитал в размере 135 907 рублей. На третьего ребенка или последующих детей семьи получают ежемесячную денежную выплату в размере 16 906 рублей до достижения детьми возраста трех лет. Предоставление льготной ипотеки по сниженной ставке 6 процентов годовых при рождении второго и последующих детей после 1 января 2018 года. 5 процентов при рождении второго и последующих детей после 1 января 2019 года. Также круглогодичное право на субсидированные авиаперевозки. Плюс к этому, если многодетная семья нуждается в социальной поддержке, то полагаются следующие выплаты. Нуждающимся семьям размер ежемесячного пособия составляет от 1076 рублей до 1647 рублей. Также при рождении третьего и последующего детей предусмотрена компенсация в части родительской платы в дошкольных образовательных организациях до 70 процентов, а также на приобретение школьной и спортивной формы, размер которого составляет 3523 рубля. Дети до 6 лет по рецепту врача обеспечиваются бесплатным лекарством. По всем вопросам о мерах поддержки семей обращайтесь в Управление социальной защиты населения по месту жительства.